ну вот это перепривитый куст прошлогодняя прививка я ее делал 3 июня 2020 года вот она прижилась успешно очень вызрела и даже мы попробовали я году вот и еще и нарезали лозы на укоренение в этом году прививка у нас штамп куста здесь он уже был привитый срезаем ниже прививки вот снимаем всю кору старую общем готовим куст таким образом и срезаем голову вот значит желательно выбирать для среза ножовку с очень мелким зубом чтобы не рвать кору и вот таким вот образом будем срезать но я чуть чуть выше среза пару раз вот так вот чтобы кора была целее нашу боже поможи все нормально то старая кора все четко у нас получилось здесь штампик немножко наклоненной ну и так и будем уже его колоть пасока идет отлично чуточку зачищу я вот эти все ворсатости от ножовки все четко примеряем как у нас будет ну вот так вот и будем колоть нож выставляю через сердцевину и аккуратненько молоточком так ровно по штамбу без фанатизма глубину наших кленов делаем расколчик достаточно на черенках я снимаю кору с той части которая будет обращена внутрь ствола кору снимаю аккуратненько очень чтобы возможности оставить живым камбий вот и сразу же я обматываю черенки вверх для того чтобы туда не попадала грязь чтобы не мотать их на кусту я их замотаю сразу отверткой раскалываем штамп и вставляем черенки здесь нужно очень щепетильно подойти к этому для того чтобы выставить совпадение камбиальных слоев и нужно учесть тот факт что кора на этом на штамбе потолще чем кора на черенке поэтому капельку его утопляем как бы не делаем заподлицо а чуточку чтобы как камбиальный слой был на уровне другой черенок также сама выравниваем и вставляем ну все черенки на месте можно вынимать аккуратненько отвертку вот все отлично отлично получилось щель вот этот раскола чтобы туда не попадала грязь я закрываю смоченной воде туалетной бумагой плотненько до вдавливаем здесь весь срез так чуть-чуть его обкладываем она мокрая и очень плотно ложится на нее на срез ну все и для защиты опять же таки от грязи я заматываю наш раскол прививочной лентой обычная стретчевая прививочная лента справляется с задачей уматывая здесь вжимать нет смысла потому что ствол расколотый он уже так сильно сжал прививки мы сильнее лентой точно его не сможем ужать поэтому без фанатизма задача уберечь от попадания грязи вот в принципе почка свободно и здесь почка свободно все остальное у нас закрыто от попадания грязи прививка сделано дальше саму прививку я засыпаю субстрат с опилками он очень влагоемкий воздушный и проницаемый то есть проницаемый для воздуха чтобы прививка не задохнулась не засохла вот чуточку мы ну обязательно естественно мы беркуем саму прививку но не на штамбе а на шпалере ну вот увлажненным субстратом и так вот ее сохраняем от пересыхания вот в принципе надо следить чтобы он был влажный может чуть-чуть там в жару прикрывать притенять или просто подливать водичкой чтобы он не засох и здесь там через недельку я думаю проклюнется наша прививочка вот и все что я хотела тебе сказать всем спасибо за просмотр желаю успеха а прививке желаю успешного срастания са а джек 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 у Субтитры создавал DimaTorzok